Микс Ньюс. Радио. Не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент» доступен. Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент» доступен. В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. На прямой связи с нами сегодня независимый аналитик Дмитрий Адаминов. Здравствуйте. Здравствуйте. И говорим мы сегодня о том, что происходило ночью и о том, что происходит сейчас. Это, конечно, падение цены на нефть. Мы видим, что фьючерсы отыгрались уже не в отрицательном значении на нефть марки WTI. Но, тем не менее, такие драматические события развивались. Вот что говорит сегодняшний день, о чем он свидетельствует? Вы знаете, пока решительного перелома тенденции не произошло. Все пока развивается в русле ценовой войны, которая у нас длилась последний месяц активно. Сейчас, вчера просто была действительно кульминация, поскольку, ну, все-таки не было еще случаев, что фьючерсы уходили в отрицательную плоскость. Там, конечно, было не только в связи с тем, что в США пришел там или ожидался арабский флот. Извините. Арабский флот какой-то там огромный. Сколько еще и внутренней причины, поскольку хранилища переполнены и тяжело просто. Тяжелая ситуация с перепроизводством внутри самих США. Но, по большому счету, просто процесс стабилизации рынка, вот он вот так происходит. То есть он по-другому не происходит никогда и никак, к сожалению, на нефтяном рынке. И это постоянная история, что, как говорится, никто не может, а договорятся, садятся только тогда, когда одна из сторон получит какой-то явный шок. Вот сейчас такой шок получен, мы будем надеяться, что этого хватит для того, чтобы все стороны усели за стол переговоров и как-то уже начали выполнять договоренности уже достигнуты. И, может быть, достигли еще каких-то договоренностей углубляющих, расширяющих то, что было, собственно говоря, сделано в сделке ОПЕК+. То есть рынок эмоционален очень? Он безумен, я бы сказал, на данном этапе. И, в общем, к сожалению, это как, вообще в глубокой теории считается, что это такие редкие проявления, но мне кажется, это его нормальное состояние. То есть он либо в эйфории, либо в панике. Ну вот сейчас он в панике. Немножко отступило, но, скажем так, я думаю, что в ближайшие месяцы это еще будет продолжаться. Такие падения необходимы для толчка вверх, скажем так? Ну, знаете, скорее себя так успокаивать надо, если ты, допустим, неудачно открылся и несешь убытки, и ты говоришь, да, ну это необходимо, будет толчок вверх, я все отыграю. Но на самом деле никакой логики здесь нет. Здесь скорее какая-то глупость, эмоциональная реакция. Просто сам по себе кризис – это вообще расплата за предыдущие ошибки. А ошибки мы копили с 2009 года. Ну мы это в смысле, да. И вот мы накопили достаточно много ошибок, и это вот вылилось вот в такие странные формы. Но, к сожалению, это по-другому не бывает, опять же повторюсь, но это надо просто пережить. Возможности без больших финансовых потерь. Ну вот то, что вчера ночью мы наблюдали, падение и переход фьючерсов в отрицательную плоскость, сегодня они вернулись в положительную. Можно ли говорить, что кто-то уже на этом потерял? Или это такие краткосрочные шоковые истории, которые имеют больше психологический эффект, потому что к утру уже все вроде как отыграло хотя бы частично? Ну если вас принудительно закрыли позицию, если вы стояли не туда, куда шел рынок, то, конечно, вы потеряли. И спекулянты на этом потеряли очень прилично. И, возможно, компании, которые хеджировали риски, тоже что-то потеряли. Тут, ну опять же, все-таки это, как вам сказать, достаточно такая краткосрочная история. Просто потеряли очень много на падении в марте, то есть банки, которые, вот и хеджи, которые стояли хотя бы даже от 45 долларов, да, они потеряли практически все еще чуть-чуть больше. То есть это действительно, ну, это скорее в финансовом секторе эти потери, потому что у самих нефтяников обычно все-таки, ну, они меньше зависят именно от краткосрочных колебаний ценностей. Почему нефть марки WTI опустилась значительно ниже, чем нефть марки Brent? Ну, это, я думаю, элемент игры, во-первых, а во-вторых, все-таки избыток предложения в США, он более существенен, потому что, когда коронавирус и вот эта паника, связанная с коронавирусом, когда закрыли все и вся, остановил спрос, по сути, своей, потому что люди просто не могли приобретать товары. Они, может, и хотели, но ограничены были, да, естественно, пострадали самые крупные рынки. И поэтому, соответственно, и США, и Китай, и Евросоюз. И в США это вот вылилось вот еще в такую ситуацию, поскольку в США сам по себе нефтяной рынок, он достаточно разобщен, там очень много маленьких игроков, которые свои действия между собой координируют. И каждый делает, что считает нужным. Ну, и, соответственно, они просто и перепроизвели к тому времени уже довольно приличное количество нефти, которое девать было не было. Что с нефтью марки Урлс? Российской нефтью. Ну, она идет пока в том же самом русле, как и весь мир, но просто единственное, чуть-чуть, ну, не так сильно падает. Вот. А в принципе, ну, я думаю, что объемы поставок там не сильно меняются, потому что тут есть хитрость одна. Она по своему химическому составу, ну, и физико-химическому составу марка Урлс, она, что называется, заточена под переработку на определенных НПЗ. И вы просто этот НПЗ, если будете перенастраивать, вам, допустим, почему-то не нравится один сорт на другой, это занимает 2-3 месяца. Поэтому тут каких-то вот, и поэтому этого, естественно, никто не делает, но проще просто либо переждать плохие цены, либо воспользоваться хорошими, чем чего-то менять. Потому что слишком, ну, высокие затраты и вот это вот нарушение ритмичности работы комплексов технологических. Поэтому объемы будут те же самые, ну, выручку недополучат, но выручку уже недополучают довольно прилично. И, в общем, вроде бы как все заявили, что к этому готовы. Может быть, когда они заявляли, не все понимали, к чему именно, но пока все по-прежнему, ничего особо не меняется. Напомню, телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Вы также можете звонить, уважаемые радиослушатели, задавать свои вопросы. И пишите нам в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1, это номер WhatsApp. И говорим мы сегодня о падении, рекордном падении цен на нефть. И у нас на связи независимый аналитик Дмитрий Адамидов. Да, кстати, Дмитрий Медведев, экс-президент России, экс-премьер-министр России, заместитель председателя Совета безопасности России, вчера в Твиттере написал о том, что те драматические события, которые мы наблюдали на рынке нефти, связаны с картельным сговором, как он сказал. Вот насколько это, на ваш взгляд, адекватная и обоснованная оценка? Ну, вы знаете, это правда, но к картельным сговорам в нефтяном отрасли связано примерно все. То есть нельзя сказать, что остальные события не связаны с картельным сговором. По большому счету это рынок не свободный, и как раз вот, когда он более-менее свободный, как в Америке, вот происходят такие казусы, что там уходят на минус 40, ну, фьючерсы падают. А вообще этот рынок, он олигополистичен, там очень жестко привязаны квоты поставок, и на самом деле там из свободного, там только ценообразование, которым занимаются банки. Опять же, это случилось там в середине 80-х годов. Поэтому, с одной стороны, он прав, а с другой стороны, в этом ничего нет, ну, такого особенного. Тут, скорее, просто Дмитрий Медведев, ну, высказался, ну, как-то он посчитал, нужно, наверное, помнить. Ну, напомнил. Но Россия тоже связана с картельным сговором, можно ли об этом говорить? Конечно, ну, если, собственно, ОПЕК плюс, ОПЕК – это картель. ОПЕК плюс – это тоже картель, ОПЕК-2 плюс – это, собственно, сейчас будет суперкартель, потому что, если все будут соблюдать это соглашение, то, по сути говоря, ограничение, ну, физического объема нефти, поставляемого на рынок. И более того, еще региональные рынки поделены достаточно жестко просто, ну, опять же, вот по технологическим причинам, о которых я говорю. Так что нефть – это, в принципе, картель. Это, начиная еще с Нобелеса, стандартойлом делили мир, ну, тогда пополам. Вот. Ну, и ничего в этом плане не изменилось. Будут ли соблюдать это соглашение, которое все же было? Слушайте, вот история, знаете, немножко похожа на такой брак по расчету. То есть, с одной стороны, да, вроде бы мы поклялись, но все немножечко нарушают. И это было всегда. Но вопрос в том, насколько вот это вот немножечко. Потому что понятно, что нет механизма, который бы принудил соблюдать. То есть, нет, как сказать, нет такого замкнутого контура. Во всех странах есть контрабанда. Вот абсолютно во всех. Просто она где-то больше, где-то меньше. Если вы помните историю там 15-го года в Сирии с турецкой контрабандой иракской нефти, когда там вот самолет сбили российский как раз и прекратили эту контрабанну. Она там просто уже вышла из рамок приличия, поэтому ее как-то прекратили. А страны ОПЕК регулярно нарушают квоты, американцы даже еще не представляют, как они вообще это будут сократить. То есть, они хотя бы пытаются всех усадить за стол переговоров и получить от них устное заверение, что мы это сделаем. Но пока механизма контроля никто не прорабатывал. Реальный механизм контроля работает, когда вот есть крупные вертикально интегрированные компании, как было в 70-е годы. Тогда это работало, но только потому, что их просто было очень немного, и они могли между собой договориться, и они понимали, что выгоднее договориться и поступиться чем-то, чем устраивать какую-то ноту беспредела ценовую войну. Сейчас это до этого далеко, поэтому я думаю, что, конечно, будут нарушать. Но будем надеяться, что все-таки будет не массовая, и не будет такого, что мы на 10% сократили добычу, ну я так условно говорю, а потом взяли и на самом деле увеличили. Такой ситуации нет. И этого будет достаточно, чтобы все успокоились. Если говорить об иерархиях и использовать такое сравнение, может быть, кто сегодня главный в нефтяном бизнесе, есть ли страна, которая выполняет роль, ну не знаю, как это правильно сформулировать, того, кто наблюдает, не хочется использовать уголовную какую-то лексику, но тем не менее страна, которая стоит во главе этого картеля. То есть есть лидер? В нефтяной отрасли уголовная лексика, ну не то, что уголовная, а вот то, что вы не хотели использовать, оно очень распространено на самом деле. Но понимаете как, тут вот, чтобы просто понимать, в мире добывается 4 миллиарда тонн нефти. 4-4-400. На долю крупнейших производителей США, Саудовской Аравии, ну стран, вернее, Ближнего Востока, да, приходится, ну порядка, США, Ближний Восток, Россия, может быть, еще крупные африканские страны, приходится порядка там 50-60 процентов. Остальные 40 процентов – это мелкие месторождения, которые вот местные, так сказать, которые, ну, может быть, даже никогда не попадают на вот международный рынок, потому что они потребляются там, где добываются. Ну, в частности, например, Германия еще добывается нефть, хотя об этом мало кто знает. Ну, Северное море вот заканчивается, да, там. На самом деле, вот в Калининграде на Балтийском море тоже нефть добывается, и она, в общем, она, правда, идет на экспорт, конечно, но все равно. Это вот есть такие моменты. Поэтому на рынке главенствуют, скорее, самые активные, а не самые большие по размерам. И тот, кто может давать экспортный объем. А, соответственно, это, опять же, Китай, который вроде бы не это импортер, но он добывает тоже очень приличное количество нефти. То есть он добывает на уровне России, внутри себя. В России потребляется где-то 120-150 тысяч тонн, вот Китай добывает там 180. Он добывает, в общем, тоже достаточно много. Но в нынешней модели рынка играет роль в основном экспортера, а это Ближний Восток. И это по качеству самая лучшая нефть, и по цене, и так далее, и так далее. Второе место США. Вот они, собственно говоря, между собой... Ну, США стал относительно недавно, потому что он разбурил тяжелые вот эти запасы сланцевые, тяжелые в добыче, имеет нефть более дорогую, более худшую. Но поскольку есть и политические ресурсы, есть возможность за счет санкций убирать с рынка какие-то конкуренты, Иран, например, тот же самый, и российский, допустим, шельф остановили вот таким образом, то они вот между собой борются. И как раз именно потому, что есть два таких вот агрессивных экспортера, которые не очень привыкли договариваться, они вот между собой имеют в такой форме вот эти взаимоотношения. Ну, плюс там еще исторические причины примешиваются. Поэтому тут скорее не влияет, повторюсь же, опять самый активный, самый такой изобретательный, что ли, чем регион, который просто добывает. Может ли нефть закончиться, и какие страны наиболее подвержены этому риску, если он есть? Закончится нефть? Да. Вы понимаете, в чем дело? Она может, конечно, закончиться, но тут важно вот что понимать. Ведь нефть добывается из земли не вся. То есть мы можем, ну, коэффициент нефтеизвлечения по разным месторождениям, он может колебаться от 20 до 6 процентов. То есть когда вы добываете нефть, вы ее добываете только ту, которая, ну, ее рентабельно добывать. Потому что вы можете при цене в 200 долларов, при себестоимости, добыть нефти там из старых месторождений, ну, не только сколько угодно, но какое-то количество. Зачем она будет нужна, и что вы с ней будете делать? Да, за такой цене. Поэтому вот закончится совсем, что ее физически не будет, наверное, нет. Но другой вопрос, что рентабельные запасы, интересные для разработки, дешевые, они действительно потихоньку заканчиваются. Она фактически сейчас осталась только на Ближнем Востоке, может быть, в Восточной Сибири. Потому что вся морская нефть, она рентабельна от 60 долларов за баррель, Арктика рентабельна, наверное, от 65. Мексиканский вот этот залив, там уже почти ничего не осталось, он тоже там докачает какой-нибудь Конторелл, который был по 15 долларов, и надо будет разрабатывать тоже там под 75, под 80. То есть, поэтому если мы говорим о дешевой нефти, а не о низких ценах, то если вот эти низкие цены сохранятся довольно долго, то производство этой нефти упадет там, ну, раз в полтора, в два, через 3-4 года, вот если такую ситуацию представить. Соответственно, это залог того, что поскольку никто не готов сократить потребление добровольное, не сидя на карантине, ну, половину, да, то есть все равно вы будете ездить, вы будете потреблять товары, вы будете пользоваться услугами какими-то, да, летать на самолетах, я надеюсь, опять же, да, несмотря на то, что их там до осени все пытаются не пускать. Поэтому нефть, безусловно, отрастет, но это просто будет такой процесс достаточно долгий, и по опыту кризиса 16-17-го годов это вот заняло где-то 6-7 месяцев, когда вот она вот 30 долларов потихоньку доковыляла там до 45, а потом уже подоспела ОПЕК+, и ее отправил выше к 60. Поэтому тут на нашем веку она не закончится, если коробка, да, и на нашем веку она вряд ли будет дешевой, соответственно, цены все-таки в среднем будут достаточно высокие. Сейчас небольшой перерыв, буквально на несколько минут мы прервемся. Независимый аналитик Дмитрий Адамидов с нами на прямой связи говорим о том, что происходит на рынке нефти. Оставайтесь с нами. Да, мы возвращаемся уже в эфир, я так понимаю, что очень стремительно все произошло, как, кстати, с нефти звукорежиссер нам подсказал, просто мы уже работаем в прямом эфире. Дмитрий Адамидов с нами на прямой связи, независимый аналитик. Еще раз здравствуйте, Дмитрий. Еще раз здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Звоните, задавайте свои вопросы. Драматические события разворачивались вчера ночью. Нефть марки ВТФ, фьючерсы, точнее, на нефти упали до отрицательных величин. Сегодня произошел отскок, они вернулись в положительное русло, но, тем не менее, вот события разворачиваются, и мы сегодня обсуждаем с экспертом то, что происходит, и как это понимать, и чем это нам грозит. Можно ли сегодня уже сейчас делать какие-то прогнозы, когда может начаться сокращение вот этих накопленных материалов и, соответственно, прекращение падения цен? Понимаете, в чем дело? Ну, обещают, что уже в мае. Но, опять же, помятуя предыдущий вопрос, а будут ли все соблюдать, все есть большие, ну, не то, что большие, но есть сомнения некоторые. По идее, если все пойдет по плану, как это, значит, определено, то май-июнь должно быть сокращение, плюс это все-таки ослабление карантина постепенно, и поэтому я думаю, что к лету уже должны быть какие-то зримые результаты. Зримые в том отношении, что уже никакого избытка не будет, никаких нефтехранилищ переполненных физически не будет, поводов для паники будет, соответственно, меньше, и поэтому при хорошем течении дел, через квартал, через полгода, мы уже про это вспоминать будем, как оказывается. Если что-то пойдет не так, ну, надо будет смотреть, что именно, потому что, как сказать, у нас последний, наверное, год, вернее, этот год, он показывает о том, что вещи, которым было очень трудно поверить, они происходят. Ну, там, не знаю, нулевая ставка ФРС, ну, казалось бы, никогда не будет в США такая ставка, как в Японии, ну, ничего, ничего она есть. Там запрет полетов в авиации, например, на квартал, ну, безумие. Еще в прошлом году бы, ну, если бы я такое сказал, вы бы сказали, ой, ну, вот, сошел с ума, ну, жалко как, да, вот прямо здесь. А тем не менее мы это видим, да. То есть, у нас очень происходят такие вещи, вот сейчас вообще момент достаточно переломный, такой узловой момент мы проходим. Возможно, и в мировой истории, и в экономической истории, такой глобальной, я уж не знаю, там, столетней. То есть, то, что определит нашу жизнь, там, на будущее, может быть, несколько десятков лет. Поэтому тут сейчас, возможно, все, но я надеюсь, что все-таки это будет не в этот раз. Ну, просто чисто из, так хочется, не хочется сидеть грустной на карантине и с отрицательной, так сказать, нефтью, и платить за это. У нас, например, бензин не подешевел, не накаплю. И это очень обидно. Вот, поэтому хочется, конечно, чтобы хотя бы было, ну, как-то более-менее, как раньше, и, ну, это чистая психология. Вот у нас в Латвии он как раз подешевел. Ну, вот видите как. А у нас нет, потому что у нас акцизы, потому что у нас Минфим, и потому что у нас вот так вот все специфично. Но у вас бензин намного дешевле, чем у нас, даже когда наш подешевел. Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, при этом, как сказать, он мог бы быть дешевле, потому что, строго говоря, в Латвии-то его не добывают. А опять же, там просто в цене очень много сейт-акцизов, очень много каких-то странных решений нашего правительства, связанных просто, ну, с какой-то нелогичной налоговой политикой, с постоянным изменением. И учет этих акцизов, и их взымания, и, то есть, там такая очень сложная история. И если бы это было все существенно проще, работал как в начале 2000-х, он бы сейчас был там у нас, ну, процент на 40 дешевле. Что для России было бы очень так. Ну, вот как раз не секрет, что российская экономика очень плотно завязана на нефтяной игле. На Ваш взгляд, как эти события отразятся на экономике, учитывая, что все идет в комплексе, такой черный лебедь, как его называют, коронавирус, пандемия, и ОПЕК+, выход, и цена на нефть, и все это, какие последствия будут у России, как считаете? Вы понимаете, в чем дело? Тут есть два нюанса. Во-первых, вот этот вот рассказ про нефтяную иглу, это такая немножко, ой, это нечто среднее между заблуждением и добросовестным заблуждением, и таким обманом. Почему? Потому что нефть, ВВП, ну, отриняй ТЭК вообще, ВВП России, он составляет примерно пятую часть, если по выпуску. Четыре пяток совершенно никак с нефтью не связаны. И с нефтью, с газом, и так далее. Но, это если так вот судить, по материальным активам, по имуществу, по занятости и так далее. Но очень зависит от этого бюджет. А поскольку в России очень серьезный государственный сектор, и от него многое зависит, то, естественно, экономика, скажем так, от падения цен на нефть, при этом первыми, естественно, страдают не чиновники сами, а население и реальный сектор. И в этом плане действительно зависимость от нефти достаточно высокая. Но она создана во многом искусственно, и, например, сейчас вот, ну, ничего не мешало, как ни странно, да, казалось бы, там, если ты сильно завишься от нефти, у тебя там доллар должен быть сейчас где-то сто, а он, в общем, не сильно и упал. Просто потому, что, ну, немножко в эту игру играть перестали. То есть тут есть определенный элемент игры, который там, трудно сказать, зачем сделан, вот, и вот рассказы про энергетическую сверхдержаву и так далее. Это все немножко такой элемент какой-то политики, который, в общем, если его убрать, то, как вам сказать, проблема, скажем так, естественно, что вот эти события, они кризис подстегнули. Но первопричина кризиса совершенно не в этом, а первопричина кризиса в отсутствии институциональных преобразований. Потому что мы построили такую систему управления, которая, в общем, она не дружественна ни к бизнесу, ни к частной инициативе и вообще-то к здравому смыслу тоже. И вот это основная причина, собственно говоря, того, что все кризисы в России проходят тяжелее, восстанавливаемся мы дольше, принимаем мы решения либо не те, либо с запозданием. Но это не просто вот от специфики именно, ну, прежде всего, госуправления. Ну, это и корпоративного тоже, на самом деле. И в этом смысле там падение цены на нефть, оно, может быть, даже в какой-то дает шанс на то, что какая-то часть маразма вот этого, она будет исключена. Но пока признаков этого нет, потому что, в общем, в актуальной повестке на каких-то реформах структурных речи не идет. У нас мобилизационный режим, мы там делаем все то же самое, но в два раза быстрее, непонятно зачем. А в принципе, ну, кризис – это всегда хороший момент, просто пересмотреть некоторые принципы управления, что, например, было сделано, кстати говоря, в 98-м году. Вот тогда было это сделано, за три года там кувыркались, кувыркались, а потом был достаточно приличный экономический рост. Что касается рубля, вчера ночью российский оппозиционер Алексей Навальный написал твит, и вот я его процитирую, мы все смеемся над тем, сколько стоит нефть, а вот станем ли мы смеяться и шутить над тем, сколько будет стоить рубль? Что будет с рублем? Какие здесь положения у вас? Ну, вы знаете, дело в том, что сейчас у России достаточно устойчивая позиция международная, то есть у нас международные резервы примерно равны внешнему доступу, чего не было там, ну, на самом деле, это мало у кого есть само по себе, да, а чего не было, ну, в принципе, довольно уже долгое время, это, по-моему, последний раз там было при Советском Союзе, когда-то очень давно. То есть фактически курс рубля может быть любой в ближайшие два года. Вот какой ЦБ захочет, такой и будет. Захочет он будет 150, захочет он будет 62 копейки. Ну, то есть проблемы с этим нет. ЦБ пока ведет себя достаточно аккуратно, в отличие от, допустим, кризиса 2015 года, но это его личное решение. То есть вот тут уже никакой логики абсолютно нету, но то, что Навальный пишет, понимаете, как у нас вообще либеральный план, либеральные диалоги, она всегда настроена продавать рубль. То есть это вот в любой непонятной ситуации начинает нагнетать продажу рубля. А, допустим, охранители, наоборот, про продажу доллара. То есть это, в общем, к анализу отношения не имеет, они просто по триггеру, по срабатыванию, они начинают про это говорить. Поэтому здесь, ну, нормально сказал, но так он так и должен был сказать, ничего другого странно, если бы он что-то другое сказал. Но к реальности это политика, идеология, что угодно, шоу, да, но к реальности это отношения мало имеет. У нас звонок, так, только что был, 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Янис, меня зовут. Да, Янис, слушаю вас. Маленький комментарий. Смотрите, поговорил даже с транспортниками, вроде им даже будет выгодно, что нефть будет дешевле. Так как, ну, они транспортные фирмы покупают там бензин, солярку. Ну, и он говорит, даже ему не выгодно, чтобы нефть была дешевая, а чтобы там солярка вот у нас в лапе и стоила меньше евро. Так как ему надо тоже там, ну, платежи пересматривать другие, по другим контрактам работать. Даже, вспомните, там, Задор нам говорил, где бабка продавала семечки на базаре, и там на следующий день приходят, а почему семечки там вчера 5 рублей стояли, сегодня 10, да, так баррель подорожал. Получается, что всем, никому не выгодно, что нефть была бы дешевая. А есть такие, кому реально будет выгодно дешевая нефть? Да, спасибо вам на такой вопрос. Ну, конечно, есть это. Если у вас котельная на газе или на мазуте, то она, конечно, выгодна, потому что вы за топливо платите существенно меньше, а электричество можете цену не понижать. Но тут, знаете, вот в этой реплике есть правда в чем, что невыгодны резкие падения. Выгодно вот в топливном рынке выгодна предсказуемость, потому что там очень длинный инвестиционный цикл, потребители тоже очень нервно относятся, когда у вас цена скачет, потому что когда у вас то больше евро, то 2 евро, то меньше евро, но это неприятно. Ты, как сказать, начинаешь нервничать, делать избыточные запасы, в конце концов, там, в канистры, в гараж прятать какой-то бензин, ну, я там, бутерирую, да? Поэтому тут скорее правда в том, что действительно выгодно, чтобы цены сильно не менялись. Но для этого нужно поменять систему ценообразования на рынке, что зависит, в общем-то, не от России, не от арабов и не от Европы, а это скорее вот надо снимать эту американскую систему, когда ценообразование оторвано от отрасли. То есть цена на нефть устанавливается там как угодно, условно говоря, 3-4 финансиста крупных решает, какой она будет. Вот это, если эту систему удастся сломать, и, возможно, вот эта вот история с отрицательными ценами на фьючерсы, она может быть каким-то толчком и послужит для пересмотра этой системы ценообразования. Это будет хорошо, потому что тогда цены установятся на долгосрочном равноместном уровне и будет всем проще с этим. Не надо будет ни семечки переоценивать, ни дизель, так сказать, мухлевать с них ничего. То есть все будет хорошо. Вот вопрос, который мы получили по WhatsApp, спрашивают вас, продажа Сбербанка, что это за афера? Что-то вам известно об этом? Ну, это, как вам сказать, перекладание из одного кармана в другой, понимаете? Это скорее, знаете как, это скорее, как сказать, российское следствие более глобального процесса, скажем, связанного с независимостью центробанков. Ведь у нас сейчас как считается, что центробанк должен быть независим от правительства. Есть такой момент, да. И все это, это как либеральная мантра, то есть это вообще все, вот разбуди кого хочешь, он это все повторит. Но, например, сейчас Трамп сказал, ну я, говорит, вообще сейчас хочу ФРС руководить как следует, но он по сути это и делает, да. То есть одно дело деколорации, а другое дело реальная работа. Да, я там не знаю, как дело обстоит в Латвии с этим. Но, например, к настойчивым просьбам политического руководства обычно центробанки прислушиваются. А в условиях кризиса они вынуждены прислушиваться еще больше. И, соответственно, тут вот у тебя есть реальность, а есть лицо, которое ты должен вроде бы не терять. Ну, соответственно, у вас получается, что Сбербанк, который, в общем-то, и в сознании, и по своему действию, это Госбанк, который выполняет огромное количество госзаданий, который финансирует проекты, ну, социально важные, инструктурные, которые бы любой коммерческий банк бы до жизни не взял. Он их берет. И есть ВТБ, который делает то же самое, но он принадлежит государству. А это принадлежит ЦБ. Поэтому, ну, решили, наверное, как привести в соответствие, чтобы ЦБ был красивый. Ну, и попутно, естественно, на этом заработать, попутно какие-то свои вопросы решить, попутно распечатать ФНБ. Там это, опять же, другая какая-то политическая история. То есть, в теории, вообще-то говоря, ну, если ты госбанк, ну, ты должен приезжать к правительству. Тогда у тебя, как бы, да, соблюдается вот этот принцип, что ЦБ, он независим. Вот. А на практике, да, ну, конечно, кто-то заработал, но это так и по-другому не бывает. Но, с другой стороны, же менеджмент не поменялся. То есть, видимо, это все-таки обошлось каких-то без кровавых таких последствий, потому что, если бы вот там действительно что-то случилось, прежде всего бы ушел менеджмент, был бы жуткий скандал, все бы кричали и прочее. В докровавых последствиях экономист Сергей Гуриев сравнил происходящее с военным временем, происходящее с экономической точки зрения. Насколько, на ваш взгляд, справедливо такое сравнение? Он, это в контексте вообще мировом или российском? В мировом. Ну, вы знаете, есть, как сказать, понимаете, я понимаю, откуда это идет. Это идет просто от того, что предыдущие крупные кризисы, они разрешались мировой войной. И первая мировая война, которая тоже достаточно вспыхнула, ну, по странным причинам, и до сих пор не все понимают, собственно, почему это произошло, тем более вторая. И поэтому, действительно, скажем так, когда начинался конфликт на Украине, когда вот была арабская весна и прочее, прочее, все ждали третьей мировой. Ну, не все, но многие, да? Ждали третьей мировой просто потому, что, ну, наша история это диктовала. И, разумеется, ну, хорошо, что этого не случилось пока, будем надеяться, что и в принципе не случилось, так сказать, стучим по дереву. Но, понятно, что вот эта вот какая-то историческая память, она и любое событие, она воспринимает в контексте вот этом. И что, если мы все сидим дома, значит, от эпидемии прячемся, и самолеты не летают, и пароходы не входят, и так далее, и так далее, то, да, наверное, это вот, ну, похоже на военное положение. Но военное положение, вообще-то, говоря, строго говоря, сильно другое. Просто мало кто помнит уже, слава богу, да, ну, то есть это комендантский час, там, конфискация, все в пользу фронта и прочее, прочее. То есть все-таки этого нет, ну, будем честны, даже ни в одной стране. Поэтому это скорее такое, ну, как сказать, военно-полицейское, что ли. Я не знаю, вот у нас на самом деле почему не объявили в России чрезвычайную ситуацию? Вот ровно потому, чтобы не было ассоциаций с военным положением, с событием 1993 года, и так далее, и так далее. Вот старались обойти, то есть очень не хотят этих аналогий, хотя они напрашиваются. На самом деле, мне кажется, что пока военно, все-таки, вот о полноценной какой-то вот прям войне, угрозе жизни и все упрочивает, все-таки, пока речь не идет, это скорее медийные такие, ну, страшные. Ну, говорят о том, что в России не объявили чрезвычайную ситуацию по причине того, что тогда государство не должно брать на себя ответственность за поддержку бизнеса, населения и так далее. Это тоже, конечно, да, сэкономить на население, это первое дело, это, естественно, это тоже важный такой момент, но в принципе, если как-то ограничиваешь просто по конституции передвижение людей, требуешь от них соблюдения определенных правил, все-таки это вот в режиме чрезвычайного положения юридически, это, ну, просто закон России так устроен, что сделать это законно можно именно в режиме чрезвычайного положения. Ну, вот решили, что, ну, нарушим чуть-чуть закон, ничего страшного. У нас звонок. Да, примем звонок, здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый день, Александр. Да, Александр. Скажите, пожалуйста, вот вам в Москве там виднее вот такие манипуляции со Сбербанком, с нефтью, когда там демарши такие в Саудовской Аравии делают, ну, это же все видно, тем более, что вот эти вот манипуляции с карантином, а вам не кажется, что Россия движется к глубокому системному кризису и выхода из него, кроме как революционным путем, никакого не будет? Спасибо. Да, спасибо, да. Вот революция, если не война, то революция. Ну, понимаете, в чем дело? Ну, кризис системный, да, но Россия движется туда не одна. Все-таки надо понимать, что Россия и вообще, как и Латвия, как и весь Евросоюз, да, там с 93-го, ну, 95-го годов, это в общем часть глобальной экономики. И у нас произошла сейчас ситуация, это и кризис именно всей глобальной экономики. И здесь любая страна, она имеет какие-то свои нюансы, свою специфику, но по большому счету проблемы там одни и те же самые. Просто потому, что не у всех государств есть там полная субъектность, полный полный суверенитет, в общем-то, даже у России на самом деле. У нас это стараются не произносить слух, но вот это на самом деле так. Поэтому кризис, безусловно, есть. А будет ли он решаться революционно, вы понимаете, в чем дело? Это вопрос такой больше, конечно, уже исторический, и я не думаю, что революция просто... У нас есть два примера революции. это классических, да, это французская революция и русская. Тогда был... Старый мир был очень крепок, и он не мог вообще поменяться никак, и поэтому пришлось... Он фактически развалился, если сносить его вот таким паровым путем. В остальных странах революции, там вот в Японии, допустим, революция Мейдзе была два года, ну да, они чуть повоевали и продолжили, не меняя феодализма, стали строить капитализм с феодальным лицом, например. Поэтому я не уверен, что вот будет именно такой настоящий революционный вот прям вот по канонам там, не знаю, Маркса и Ленина, да, мунтажный век, да, он может быть, но это уж как бы в этом плане никакой... Скорее можно посмотреть на, допустим, смутное время, чем на вот какой-то 17-й год и прочее. Но опять же это, я думаю, что это не сильно сейчас, это еще лет 15-20 вполне может существовать во всем мире в таком виде. 672-12-93-9 и 672-13-93-9 телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните, Дмитрий Адамидов, независимый аналитик у нас на прямой связи. Задавайте свой вопрос, у нас несколько минут остается до конца эфира. Но тем не менее, если оцениваете действия верховной власти президента Владимира Путина, потому что было уже, если не ошибаюсь, пять обращений к нации, там некоторые уже сбились, что было обращение к нации, что к правительству, насколько, на ваш взгляд, власть адекватно ведет себя в этой конкретной ситуации? А вы понимаете, в чем дело? Вот тут есть момент, власть, она неоднородна. У нас фактически президент сказал, что, да, он задал политический вектор. И он сказал, дальше вы степень жесткости, мер и состав этих мер по карантину, допустим, по там, чему угодно, определяете на местах. И в разных регионах, на самом деле, эти меры, они очень разные. В крупных городах они достаточно жесткие, достаточно иногда странные, и откровенно, ну, вот особенно в Москве, ну, вызывают вопросы определенные. А в некоторых регионах, в общем, ну, да, выполнены какие-то минимальные мероприятия, там, закрыты общественные места, прекращены какие-то общественные сборища, но по большому счету, вот, жесткого карантина такого нет. Хорошо это или плохо, время покажет. Но опять же, как я вот понимаю, допустим, вот эти все карантинные меры были введены в основном при взгляде на Европу, на ситуацию в Италии, прежде всего, и потому, что очень много представителей высшего управления звена, олигархов там и какого угодно, да, они зародились. Опять же, вот эта вот куршавельская история вся, и поэтому здесь скорее такая еще была реакция, может быть, и особенно в Москве и в Питере, излишне такая, может быть, жесткая, это именно потому, что люди были сильно напуганы именно частью. Насколько это адекватно, у меня есть большие сомнения, но я просто не медик, мне очень трудно об этом говорить, но это неправильно, да, говорить правильно ли был введен карантин там, надо было так делать или не надо, но то, что оно выявило, конечно, о грехе определенной в организации управления, это правда, и в частности, вопросы по медицине, которые оптимизировали настолько, что инфекционок не хватало, и сейчас их срочно достраивают, и вопросы по, вот как раз, пропускному режиму, который просто реально обеспечить не могут, потому что, да, мы ввели его, но у нас не получается его обеспечить, периодически за ним контроль, ну, это тоже есть, но это такие, для России, это типичная история, вообще там, для большой системы, любое какое-то, даже мелкое изменение, оно влечет за собой кучу всяких вопросов, поэтому тут, ничего, не удивляться особо нечего, то есть, ничего такого экстраординарного пока у нас не происходит. Ну, те меры поддержки, о которых говорил Владимир Путин в одном из своих, в одном из своих последних выступлений, насколько они адекватны малому и среднему бизнесу? А, понимаете, они пока декларативны, то есть, тут вопрос-то в том, что большое начальство, вообще любое, неважно, там, это Путин, министр, это кто угодно, у нас, в общем, был и тут, и характерный случай, когда объявили, значит, нулевой беспроцентный кредит для предприятий, кто отправился в своих сотрудников, ну, не государственных, отправился в своих сотрудников в отпуска, говорит, мы вам дадим кредит беспроцентный. Вот министр экономики взял, позвонил в 2-3 банка, просто представившись, ну, руководителем предприятия, ему сказали, что мы тебе не дадим, хотя те же самые 2-3 банка ему рассказывали до этого, что вот да, мы, конечно, сейчас все сделаем, вот, но тут, и так очень со многими вещами, поскольку, в общем-то, у нас правительство ведет очень такую политику жесткую, и оно, в общем-то, если можно кому-то денег не давать, оно их не дает, то есть у нас там авиаторы с 2018 года просят компенсацию на керосин, все ее так обещают, не выдают и так далее, но это такая, ну, вот это как раз-то та неэффективность, скажем, там госуправления, о которой я говорил, и поэтому все меры поддержки, которые вот декларированы, их надо еще получить, а это такой отдельный квест, отдельное событие, которое вот, ну, есть специалисты по этому, по прохождению этого квеста, но не у всех получается. То есть там очень много нюансов, и лишь немногие предприятия смогут действительно получить из комнаты, да. Это у нас во всем так, к сожалению, понимаете, то есть у нас вот объявляют, я не знаю, сколько в Латвии ипотека сейчас. Вопрос сложный, сложный для нас. 2-3 процент, я думаю, ну, то есть где-то так, да. Вот у нас ипотека там, допустим, у нас есть ипотека по 3 процента, в теории, да, но ее дают там, условно говоря, 0,1 проценту жителей. Тут нам объявили под 6,5 процентов ипотеку. Она вообще 9-10, что существенно, даже при том, что рублю все-таки инфляция больше и прочее. Ее тоже могут получить, ну, в принципе, их можно, вот тех 5 человек, которые получат, там, условно, их можно показать по телевизору, это будет очень красиво. Но это совершенно не решает массовую проблему, потому что, допустим, вот мне, как ипотечнику, ну, меньше 10 я просто не получу. Хотя это будет написано, да, от 6,5. Соответственно, и в этом плане дезориентировано правительство, потому что, которое живет в госжилье, оно просто не представляет себе вообще эти проблемы и говорит, ну, мы же приняли, а почему они не работают? Ну, потому что так вот сработала система. В том-то и дело, что поэтому меры поддержки объявлены, на них уже так все смотрят, ну, хорошо, ну, объявил, ладно. А на самом деле как? А вот на самом деле немножко по-другому. Поэтому на них никто особо не закладывается, если честно. То есть, это такая ошибка выжившего, те успешные истории получения? Ну, либо просто родственники, блатные, как сказать, вот выставочные, как это, экземпляр, то есть, вот вам повезло, вы, допустим, либо случайно попали, либо вы по чистой случайности оказались дочкой министра, ну. Такое тоже бывает. Да, да, и успешным предпринимателем. Ну, и вот прекрасно. Как так вышло, никто не понимает. Это, ну, как это вот, как это общество спектакля, да, вот то, что называется. Мы немножко разыграем спектакль. Вот, это была одна из серий, собственно. Ну, что ж, на этом мы сегодня завершим наш эфир. Спасибо вам большое, что нашли время аналитик Дмитрий Адамидов был гостем нашей программы сегодня. Спасибо, всего доброго. До свидания. До свидания.